В эфире утренний коктейль. У нас в гостях Максим Михайлович Назин, директор Иркутско-областного департамента юридической помощи. Марина Викторовна Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристско-курортной, рекреационной и гостиничной деятельности торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. И Оксана Михайловна Евстронова. Я не поел сегодня черняков, понимаете? И не попил чебрец байкальский. Оксана Владимировна Евстропьева, старший научный сотрудник Института географии имени Виктора Борисовича Сачавы, Сибирского отделения Российской Академии наук, кандидат географических наук. Доброе утро. Я свою работу выполнил, я теперь далее Анна, пожалуйста. Доброе утро. Начнем, наверное, с главного вопроса. Сегодня мы нашим зрителям его тоже адресуем и интересуемся, как вы считаете, какую проблему на сегодняшний день, касающуюся Байкала, можно обозначить как главную, самую животрепещущую? Давайте я, наверное, отвечу. Значит, основной проблемой сегодня на Байкале является жизнедеятельность человека. То есть, соответственно, в рамках жизнедеятельности образовываются твердые бытовые отходы и жидкие бытовые отходы. Вот это основные ключевые проблемы, которые затрагивают как раз западную территорию западного побережья озера Байкал в своей совокупности. В частности, особо нагруженную территорию – это район Малого моря, как материковую часть, так и островную часть. Поэтому сегодня, разрешив эту проблему, мы уже дальше можем двигаться в инфраструктурном развитии самой территории именно Малого моря. Оксана Владимировна, вы как представитель научной сферы, что можете сказать? Ну, за последние два года мы наиболее активно включились в работы во все, хотя эта проблематика от нас никогда не уходила. И стало очевидно, что самая главная проблема – это, конечно, условия жизнедеятельности местного населения. Говоря об экологии, об охране природы, часто забываем о людях, которые там живут. И живут, во-первых, в условиях серьезных природоохранных ограничений, очень серьезных, даже иногда чрезмерных. И в то же время в условиях дефицита и социальной инфраструктуры, и бытовой инфраструктуры. И вот эти вещи мы в первую очередь должны решать. И тогда люди готовы охранять, люди очень любят Байкал, и мы им должны в этом помочь. Марина, обозначим цель. Да, я бы немножко по-другому посмотрела на то, как раскрыть заданный вами вопрос. Я считаю, что основная проблема вокруг Байкала, вообще Байкальской природной территории и жизнедеятельности там, как местных, так и предпринимательского сообщества, что одно от другого, наверное, неотделимо, а это правильно, это все-таки отсутствие комплексного и системного управления территорией. И самое печальное, что при этом полном отсутствии вот такого системного подхода к управлению, экзонированию, которому благодаря институту мы пришли совсем недавно, у нас очень противоречивое законодательство. Связано это прежде всего с тем, что у нас с разрывом в 5-6 лет принимались те или иные нормативно-правовые акты, которые призваны были с очень хорошим правильным посылом сохранять Байкал, сохранять экологию, наверное, как-то развивать инфраструктуру, но в связи с тем, что вот эти временные разрывы произошли, и каждый последующий нормативно-правовой акт был принят и разработан без оглядки на то, что было сделано ранее, и нельзя сказать, что каждый из них плох или хорош, но вот этого системного и комплексного подхода, в том числе и по нормативно-правовой базе, оно породило как раз ту причину, по которой здесь мы сегодня с вами вообще говорим, что там есть какие-то проблемы, у кого они есть, что с этим делать, наверное, мы поговорим, как мы это видим. Ну вот, то есть я считаю, что подходить к этому вопросу нужно системно и комплексно. Ну, я думаю, мы сейчас предоставим слово еще раз Оксан Владимировне. Мы знаем, что сотрудники Института географии проводили не так давно исследования по изучению антропогенной нагрузки, в частности, на острове Ольхон. Вот хотелось бы узнать, что это были конкретно за работы, и какие данные были получены в связи с проведенными исследованиями. Ну, начну я с того, что подобные исследования, они давно вписаны в рамки всех исследовательских работ, которые ведутся у нас в Институте, и исследования, посвященные непосредственно туризму, уже более 20 лет. Раньше они проводились в рамках экологии человека, а теперь в рамках геоэкологии и охраны природы. Что касается непосредственно проекта, о котором вы меня просите рассказать, по заказу нашего регионального правительства мы выполняли действительно тему с 23 октября прошлого года за очень короткий срок, в которой работа посвящена, первое, это оценка рекреационных воздействий, так называемых. Также эта работа включала разработку макета правил организации туризма и отдыха. Подчеркну, что это не правила поведения туристов, а именно правила организации туризма и отдыха. И выходом этой работы стало зонирование рекреационной прибрежной территории, центральной экологической зоны, где мы предложили на первом плане 11 территорий для приоритетного ведения туристской рекреационной деятельности, для приоритетного туристского развития. Ну, нагрузка на нашу землю, на Байкарский регион, она насколько превышена? Рекреационная нагрузка – штука такая, очень многоплановая. Смотрите, туризм – это, по сути дела, наша жизнь, вся жизнь, все ее аспекты только в свободное от работы время, правильно? Поэтому тут очень большой спектр. Но первое, что приходит на ум, это пресловутые рекреационные нагрузки, которые, грубо говоря, люди топчут прекрасную природу, почву, растительность. Это самое первое, что подразумевается под рекреационными нагрузками. Кроме этого, мы еще имеем отчуждение территорий под туристскую застройку. То есть это фрагментация экосистем происходит, изъятие экосистем и их участков. Это накопление твердых жидких бытовых отходов. Это транспортная нагрузка, о которой нужно говорить отдельно, это, по нашим всем выводам, оказывается самой серьезной проблемой, которая связана с пребыванием туристов на Байкале. И еще одна вещь, которая у нас вышла на поверхность – это социальные нагрузки, так называемые. То есть мы можем наблюдать, что на некоторых территориях число туристов может превышать численность населения. Ну вот про Ольхон, например, если в Хужире у нас порядка полутора тысяч местного населения, на сегодняшний день мы имеем там практически более трех тысяч мест для размещения туристов единовременно. То есть в пик сезона вы себе представляете больше, чем в два раза. Это без учета тех домохозяйств, которые уже у себя принимают туристов, и плюс еще те палаточники. То есть превышение числа туристов. Да, и с этим связан не только пресс на местное население психологически, но это ведь еще и дополнительное количество ртов. Это потребность в медицинском обслуживании, неготовность инфраструктуры социальной к этим вещам, она очевидна. Это и потребность в системе в обеспечении безопасности и так далее. То есть проблем достаточно много. Ну, недолго думая, перейдем к проблемам в нашем материале. Давайте посмотрим его, потом обсудим вместе с вами и еще пообщаемся. Максим Михайлович, Марина Викторовна, вы были вот в этом сюжете, поэтому небольшие комментарии мы от вас попросим. Максим Михайлович, Анна приготовила для вас вопрос. Вот смотрите, одна из проблем, которая была в материале озвучена, это отсутствие роста экономической отдачи от такого огромного потока туристов, в частности. Вот, Максим Михайлович, как вы считаете, что в первую очередь необходимо нашим регионам для того, чтобы мы все-таки стали получать доход от такого потока туристов? Дело в том, что сегодня система туризма выстроена следующим образом. Основным регулятором этой системы является все-таки китайская сторона. Если мы обсуждаем как раз именно вопрос узконаправленно на Китайскую Народную Республику. Поэтому взаимоотношения с Китайской Народной Республикой у нас выстраиваются всегда очень сложно в плане системы налогообложения, ввиду большого объема оборота наличных денежных средств. В связи с этим, то есть те компании, которые сегодня здесь существуют, и необходим тонкий углубленный анализ этой деятельности. До этого необходимо определить нормы регулирования. И сегодня уже, ну скажем, очень успешные проекты работают на фиксированном налоговой ставке. То есть, соответственно, если у нас эта налоговая ставка фиксированная будет, то, соответственно, увеличится объем собираемых денежных средств, начисляемых в различные бюджеты. Поэтому это, наверное, один из самых основных моментов сегодня определить систему налогообложения в этой отрасли. Потому что сегодня уже никому не секрет, что когда приезжают туристические делегации на территорию Российской Федерации, для них создаются системы торговли, в которых производятся определенные дополнительные наценки. Эти наценки фактически в большинстве своем не особо и фиксируются. То есть, бизнес сегодня, который может реализовывать товары, которые являются востребованы для граждан КНР, он сегодня становится высокомаржинальным. Но это не отражается в их финансовых показателях. Поэтому здесь, наверное, элементы торговых как раз наценок. Ну и сегодня вообще, в принципе, система торговли общепита, она выстраивается путем вмененного налога. Поэтому высокомаржинальность, отражающаяся на доходности частных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, она не особо отражается на финансовых показателях бюджета. Эту мысль нужно запить. Где мы чаем? Марина Викторовна, вы можете тоже прокомментировать? Да, я совершенно соглашусь с собеседником. Да, то, что сейчас было сказано и заявлено, немножко просто продолжу и разовью тот посыл. На самом деле существует и не одна система налогообложения, которую может использовать субъект малого предпринимательства, в том числе и в сфере туристской деятельности, и в сфере торговой деятельности. И тот самый налог на вмененный доход, он имеет место быть. Однако, к сожалению, в прибрежных районах, и мы это сегодня активно обсуждаем с главами муниципальных образований, там, где наиболее активно развивается туризм, к сожалению, нет коэффициента сезонности. И поэтому вот этот самый вмененный доход, он оказывается сильнейшим, мощнейшим бременем, который на самом деле де-факто не посилен малой какой-то гостинице, малому средству размещения. Тем не менее, например, город Иркутск ввел коэффициент сезонности. А вот пока в прибрежных территориях этого нет. Но я думаю, что это вопрос времени, вопрос решается. Упрощенная система налогообложения используется чаще всего в этой отрасли. То есть, когда доходы минус расходы или там 6% с оборота. Вот там у вас был первый посыл такой, что незаконные турбазы. Знаете, вот в этом вопросе нужно четко отделять незаконное предпринимательство от незаконных турбаз. Незаконная турбаза – это когда кто-то пришел на берег Байкала, взял самостроен, там, огородил территорию, построил дома, принимает туристов, и у него нет вообще никаких документов ни на землю, ни на строение. Много таких сегодня? Есть, но немного, но выявляются. Единичные случаи, да. А вот незаконное предпринимательство, наверное, к сожалению, это больше подходит этот термин, и не только к субъектам туристской инфраструктуры, но и, в принципе, к малому предпринимательству. Тричиной тому несколько. Это и непомерная высокая налоговая нагрузка, и низкая осознанность, сознательность тех людей, которые должны понимать, что если они в этой стране занимаются предпринимательской деятельностью, то они обязаны с этой же страной, со своими бюджетными предприятиями, с учтелями, с врачами делиться той ставкой налога, которую они обязаны платить. И это совсем другая сторона медали. И я бы вот этого четко разделила. Но как раз к решению вот этой задачи узаканивания и легализации именно предпринимательской деятельности, и не только гостиничной или отельной инфраструктуры, это и транспорт, и торговля, и придорожный какой-то сервис. Да, хорошим посылом послужили эти проверки, о которых мы все знаем, о которых много говорят. Это тоже, в принципе, определенный стимул для экономического какого-то роста тех доходов, которые пойдут в муниципалитеты. Вот как-то поменялась ситуация или нет? Потому что во время проверок было сказано, что большая часть Турбаса, в общем, они работали с нарушениями. Вот сейчас... Там и субъект проверки был немного иной. То есть определение законности эксплуатации земельных участков, на которых размещены именно объекты недвижимости, эксплуатированные именно в туристической деятельности. Там и утилизация отходов была, там дали, там добыча воды. Ну, вот смотрите, я в продолжение, да? Поменялась ситуация. Есть отраслевое законодательство, федеральное. И есть уникальность территории, Байкальской природной территории. И там есть природоохранное законодательство, которого больше в нашей стране нигде нет. Оно применяется, это точечные законы для этой территории. И, к сожалению, только сейчас с помощью и института, и с помощью надзорных органов, и сам бизнес приходит к пониманию того, что должно быть такая вот как бы смычка между тем, что разрешено в отраслевом законодательстве федеральными законами, ГОСТами, законом о туристской деятельности, гражданским кодексом. Но это должно коррелировать именно с природоохранным законодательством. Вот именно те правила организации туризма, макет которых разработал институт географии, они же должны предполагать не только зонирование, то есть они сделали великую работу, они отзонировали территорию. Вот здесь вот может быть туризм, вот после вот этой вот зоны, буферная зона вообще ничего-ничего, вот здесь вот местное население и так далее, и так далее. Но мы вот в этих правилах должны четко прописать между природоохранными требованиями и такими категориями, что такое гостевой дом. У нас есть концепция, федеральная программа развития сельского туризма до 35-го года. 5 мая подписана концепция развития внутренневезного туризма, где из 17 территорий, из приоритетных территорий, где должен быть повышенное внимание развитию туризма, в том числе и Байкальский регион наш, то есть это Иркутская область, Байкальский край и Республика Бурятия. И, конечно, вот эти правила, которые мы все ждем, и инициатором которого мы когда-то там стали, и я думаю, что мы вот-вот-вот на выходе, вот именно в этом документе должно произойти вот такое вот четкое понимание для всех. И для тех, кто хотел бы в отрасли работать и развиваться, и для тех, кто эту отрасль контролирует. То есть это такой нормативно-правовой акт подписывать должен быть главами двух субъектов, который вот, конечно, он должен был быть еще в шестом году. Он внесет ясность, по крайней мере. Он внесет ясность, понимание, и, наверное, тогда все требования надзорных органов, они будут четко основываться на вот этом вот подзаконном акте субъектовом. И я думаю, что много что изменится. Как, вот, мы фантазируем чуть-чуть воображение, как это на нас отразится конкретно, вот этот законопроект? На нас, как на потребителя этих услуг? Да. Я думаю, первое, что бы нам хотелось, это, во-первых, имиджевая составляющая отрасли. У нас, может быть, туризм не столь приоритетен в части вклада в экономическое развитие, сколько вот тот мультипликативный эффект, когда и самозанятость населения, да, и какие-то вот такие природоохранные, сберегающие через, опять же, эту отрасль и мероприятия, они вот и в приоритете, у института географии стоит, что там-то вот как раз на берегах туризм в приоритете, а не сельское хозяйство в самом урезе воды, и водный кодекс об этом говорит. Но важно очень что? Ведь туризм это лицо региона, в любом регионе. Вот входные ворота, лицо региона, что такое вообще? Имиджевая составляющая, прежде всего, региональная, на мой взгляд, она выражена именно в туристической отрасли, то или иного места, куда мы с вами пребываем. Если мы пребываем в Питер как турист, и у нас там все хорошо, и мы говорим, да, здорово, это хороший город, хороший регион. И потом мы говорим, а чем здесь люди живут, а что составляет основную часть экономики. Вот так и туризм на Байкале должен быть лицом как минимум двух субъектов, Иркутской области и Республики Бурятия. Марина Викторовна, здесь после точки мы ставим запятую, посмотрим сюжет про Слюдянку, ну а потом про Слюдянку Байкальской култук, а потом поговорим немножечко про эту часть Байкала. Посмотрим, какое же лицо Байкала увидела наш корреспондент Татьяна Замарадская. Итак, друзья, благодарим Татьяну Замарадскую за это путешествие в сторону Слюдянки. Это, кстати, тоже одно из моих любимых направлений. А мы возвращаемся к нашей беседе о проблемах туристического Байкала, можно так сказать. Пора подытожить, да, и какой-то, знаете, чтобы мысли такую забросить телезрителям, чтобы она спустилась цветком лотоса перед тем, как они отправятся на Байкал. Давайте начнем с Максимом Михайловичем. Ну, такой мысли, их мыслей много на самом деле, и проблем на самом деле очень много. Но сегодня нужно четко понимать, что, скажем, территории, особо охраняемые территории, западной части озера Байкал, да, на которой мы как раз находимся и сами являемся туристами в этих территориях, нужно четко понимать, что нам нужно их сохранить. Сегодня очень большое количество законодательных актов, которые регулируют эти отношения в области туризма, в области вообще размещения жизнедеятельности человека на этих территориях. Зачастую в них сталкиваемся с такой проблемой, они не обоснованы, то есть не имеют глубокой аналитики самих проблем, потому что вы сами, как жители территории Иркутской области, знаете и прекрасно понимаете, что Байкал на нашей части, он имеет определенное количество различных зон и территорий, которые имеют свою экологическую специфику. Поэтому необходимо сегодня четко понимать, что доработки этих нормативных актов, они нужны. И сегодня, исходя из теоретических каких-то познаний и запретительных норм, мы сегодня не сможем развивать нашу территорию. Не развивая нашу территорию, мы не сможем ее сохранить. То есть, в первую очередь, должна быть все-таки сохранность и развитие. Грамотные, экологически выверенные шаги по развитию этих территорий. Марина Викторовна, пока та эмоция вне кадра, которая была, не остыла. Пожалуйста, вот ваша мысль. Ну, наверное, наши выступления должны быть как-то взаимовязаны, поэтому я снова продолжу. Я думаю, что юридическое сообщество, как никто лучше всего это знает, для того, чтобы территория развивалась в балансе между экологическими интересами самой природы, а человек это тоже часть экосистемы, и человек живет, не может жить вне природы, для того, чтобы он жил, его жизнедеятельность, и эти задачи государства повышались, то есть, качество его жизни повышалось, конечно же, нам сейчас нужно, первое, что нужно просить законодателя, это все-таки провести хороший такой правовой анализ между тем законодательством, которое действует сейчас, между теми фактически сложившимися границами экологического зонирования вокруг Байкала, найти тот баланс, о котором мы все так говорим, прекратить алармистские, вредоносные, в эфир выпускаемые, никем не проверенные и, к сожалению, никем не администрируемые посылы о том, что вот все плохо, или наоборот о том, что ничего страшного. Есть и плохо, есть и страшно, есть и на самом деле просто алармистские движения. Поэтому это вот такой посыл к нашему законодателю. Ну а каждому человеку я хотела бы сказать следующее, что мир вокруг нас зависит только от нас. То есть каждый из нас строит вокруг себя тот мир, в котором он живет. Если мы хотим жить, как мы хотим жить, а у каждого всегда посыл самый только лучший, начинать в этом случае нужно только с себя. Едем мы на Байкал, либо мы там любим отдыхать в палатке, либо мы там едем на какую-то турбазу. Все равно всегда нужно понимать свою ответственность за ту территорию, на которой мы живем. Независимо от твоего благополучия, благосостояния, ты едешь на джиписк, на квадроцикле, на жигулях, это вообще никак не зависит. Беречь ту территорию, на которой мы живем, и на которой нам, слава Богу, позволено, и мы имеем счастье жить на этой территории. Для того, чтобы говорить о том, что давайте сохраним, давайте. Только каждый это должен начинать именно с себя. Давайте. Избитую фразу скажу, мусором в головах. Да, все из головы. Вы, пожалуйста. Ну, надо сказать, что сейчас Байкальская природная территория, это территория, где совмещаются, развиваются совместно в комплексе три основных вида хозяйственно-экономической деятельности. Это, конечно же, туризм, это чистая вода, чистая питьевая вода, и, как ни странно, вид хозяйственно-экономической деятельности – это охрана природы. И здесь очень важно позиционировать те и заселенные территории, и туристские территории, как территории, действующие и ведущие свое хозяйство в особых условиях экологических ограничений. Позиционирование – это не только между нами и международном сообществе, но в первую очередь перед региональным правительством, перед правительством Российской Федерации. Потому что люди готовы, люди хотят правильно и красиво хозяйствовать, а со стороны федерального центра очень хочется каких-то таких красивых мероприятий, которые создают условия для реализации тех желаний, желаний, красивых, хороших желаний людей, которые работают и живут на побережье. Что ж, будем надеяться, что вот тот импульс, который мы сегодня запускаем, он все-таки достигнет своей цели. И действительно мы… А не один импульс, а три импульса, которые запускали Максим Михайлович Назин, директор Рокурсовского областного департамента юридической помощи, Марина Викторовна Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристско-курортно-рекреационной и гостиничной деятельности торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и Оксана Владимировна Евстро-Пиева, старший научный сотрудник Института географии имени Виктора Борисовича Сачавы с Сибирского отделения Российской Академии наук, кандидат географических наук. Все, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Надеемся, что еще не один раз встретимся в этой студии. И, конечно, на Байкале. Ну а мы продолжаем нашу программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова